добрый день уважаемые студенты сегодня мы начинаем наш новый курс который посвящен скада система это первая вводная лекция и прежде чем мы перейдем к основному материалу данного курса вводные лекции мы сначала поговорим об автоматизированных системах управления технологическими процессами потому что скада системы как программные продукты в первую очередь их основная цель касается реализации автоматизированных систем технологического управления прежде чем мы приступим непосредственно к автоматизированным систем управления мы должны поговорить об интегрированных системах управления производством в целом как это выглядит то есть в иерархии интегрированных систем управления на самом верхнем уровне находятся так называемые системы и rp затем следующими по нисходящий уровнем ниже находятся системы месс так называемой системы месс и только затем на уровне ниже находятся скада системы ну и еще уровнем ниже находится полка или plc теперь что это за системы что это за аббревиатуры rp это enterprise ресурс planning то есть это системы которые необходимы для управления всем производством то есть это планирование всего производственного цикла месс это манюфактюринг ри экзекьюшен система то есть это системы которые занимаются непосредственно производственным процессом на каком-то отдельно производства это аналог так называемых систем асуп автоматизированных систем управления производством ну и скейда или скада это супер вайзере control and да и такой системы то есть переводится это аббревиатура с английского языка как диспетчерский контроль и сбор данных ну и plc это программируемые логические контроллеры программ был logic controllers ниже plc уже находится полевое оборудование виде различных измерительных преобразователей которые выполняют сбор информации о производственном процессе и воздействуют плc воздействует на производственный процесс путем взаимодействия с исполнительными механизмами вот так выглядит интегрированная система управления производством мы будем с вами обсуждать только тот уровень который вот обозначен как скада теперь поговорим немного об автоматизированном производстве на различных производствах внедряются автоматизированные системы управления технологическими процессами что это за системы это человекомашинная система управления обеспечивающие автоматизированный сбор и обработку информации необходимый для оптимизации управления технологическим объектом соответствия с принятым критерием это одно из определений осу т.п. конечно их бывает несколько но она отражает вот основные моменты которые выполняет данная система на определенном производстве цели создания с утп это экономия производственных ресурсов в виде топлива сырья материалов обеспечение безопасности функционирования технологического объекта обеспечение высокого качества входного продукта снижение затрат ручного труда достижение оптимальной загрузки оборудования оптимизация режимов работы технологического оборудования и так далее то есть внедряя какое-либо производство автоматизированные технологии мы конечно же достигаем более лучших результатов обязательно происходит экономия производственных ресурсов продукция получается более высокого качества и в то же время ее можно выпускать очень большом количестве снижаются фонд оплаты труда на производстве да то есть снижается количество рабочих мест за счет внедрения автоматизированных технологий поэтому плюсов много если говорить о внедрении с утп на конкретном производстве теперь какие виды с утп бывают грубо мы в рамках данного курса разделим их на две большие группы конечно можно говорить о каких-либо деталях потому что если мы будем говорить об автоматизированной системе управления это во временном интервале займет целый семестровый курс поэтому грубо мы пока в рамках нашего курса разделим их на распределенные системы управления distributed control systems или dcs и автоматические системы противорейной защиты системы пас или как сейчас принято говорить в соответствии с сан стандартами мэк 615 11 это приборная система безопасности или psb по-английски и такие системы называются safety and instrumented systems или сис мы говоря оба с утп в рамках курса конечно будем и видите виду система типа распределенных систем управления теперь что такое распределенная система управления эта система которая реагирует на входные сигналы поступающие от процесса от его соответствующего оборудования программируемых систем или от оператора и вырабатывает выходные сигналы заставляющие процесс его соответствующие оборудование действовать желаемым образом и не содержит ни одной функции безопасности сиф в скобочках означает safety instrumented function ну и приборная система безопасности то есть psb это система которая применяется для выполнения одной или нескольких функций безопасности на конкретном производственном объекте она содержит конечно большое количество функции безопасности как правило если говорить о технологии psb это такая технология которая реализует функцию безопасности по принципу датчик логическое устройство конечный элемент здесь все происходит без участия человека как принято говорить они отвечают за выполнение функциональной безопасности на каком-либо производственном объекте теперь как выглядит автоматизированное производство у нас имеется некоторый технологический объект управления чтобы измерять параметры течения процессов на данном объекте мы монтируем на нем различные датчики преобразователи и чтобы воздействовать на объект мы на нем монтируем исполнительные механизмы все эти элементы управляются программируемым логическим контроллером и плк мы видим и схемы контроллер все время во время своего функционирования выполняет так называемый рабочий цикл плк он всегда читает свои входы выполняет прикладную программу которую в него записали и результат выполнения записывает выходные модулей к или каналы тем самым изменяя течение технологического процесса на объекте управления контроллер может быть резервирован зависимости от структуры и сложности технологического процесса далее обработанная информация по каналам коммуникации поступает на некоторые системы визуализации вот как мы видим из картинки она поступает информация на панель управления далее эта же информация может поступать и поступает на операторскую станцию так называемую или автоматизированное рабочее место аре где оператор через компьютер осуществляет взаимодействие с технологическим объектом управления ну и обработанная информация может конечно быть распечатана автоматическом режиме видим каких-либо отчетов вот то что выполняется на компьютере это мы говорим реализуется человеком машинный интерфейс но и обработанная информация конечно может быть отправлена более верхние другие уровни управления соответствии с принятой архитектуры до автоматизированной систем управления так вот воздействие оператора на технологический объект посредством операторской станции такое воздействие мы называем как и чем он или human machine интерфейс то есть это основная главная задача которая выполняется с помощью современных скада систем теперь что такое human machine интерфейс то есть говоря о скада мы все-таки подразумеваем под скадой как системой мы должны понимать это всю совокупность измерительных преобразователей датчиков исполнительных механизмов контроллеров средства визуализации все это скада система но все-таки то что мы с вами собираемся изучать это на чайка машинный интерфейс то есть программные продукты которые реализуют именно чат машинный интерфейс так вот под скада мы будем понимать именно эту технологию то есть скада это программный пакет предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора обработки отображения и архивирования информации об объекте управления то есть это системы которые позволяют общаться оператору с технологическим процессом через так называемые человека машинный интерфейс вот мы видим на картинке реализацию некоторые мимо схемы на которой прорисован технологический объект управления оператор воздействуя на данный объект с помощью взаимодействия с картинкой которая представлена на данной скаде выполняет управление процессом вот другая реализация да то есть другой технологический объект выполнена скат системе вот следующая реализация таким вот образом осуществляется общение оператора с технологическим объектом управления и в рамках данного курса мы будем изучать именно скад системы как программные продукты которые разработаны специально для разработки автоматизированных систем управления основные задачи решаемые скат системами это обмен данными с устройствами связи с объектом в реальном времени через драйверы обработка информации в реальном времени удаленное управление технологическим объектом отображение информации на экране монитора удобной и понятной для восприятия форме введение базы данных реального времени с технологической информации аварийная сигнализация управления тревожными сообщениями подготовка отчетов о ходе технологического процесса осуществление сетевого взаимодействия между персональным компьютером обеспечение связи с внешними приложениями это системы управления базами данных электронной таблицы текстовые процессоры и так далее то есть какие скада пакеты на рынке существуют на сегодняшний день их большое великое множество мы о данном слайде приведем некоторые распространенные из них на практических занятиях мы конечно будем использовать одну из данных скада пакетов спасибо за внимание на этом наша лекция завершается